ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Друзья, у Гаджета сегодня день рождения. Это я на одноклассниках узнал. А я ему сюрприз придумал. Поэтому, когда он придет, вы не говорите, что я знаю, окей? О, идет, тихо. Ну что, все? Все готовы? Поехали. Привет, с вами инспектор Гаджет. Внутренний голос. Привет. Только... Так, что это там было такое? Это я Пепси открывал. Слушай, голос, завязывай пить. Давай уж там. Что по обзорам? Слушаюсь. Сегодня все для тебя. Сегодня все для меня? Хм, ну ладно, хорошо. LG KF350. Самый настоящий блендзифон. Розовенький, гладенький, в стиле Узи-пусечка. Сделан в форм-факторе раскладушка. Причем конструкция такова, что его очень удобно открывать на маникюренном коготком. Специально проверяли. Внешняя панель телефона сделана из глянцевого полупрозрачного пластика. Под защитным покрытием на крышку нанесен рельефный узор. Но главная фишка – динамическая светодиодная подсветка. Светодиоды под внешней панелью используются для создания визуальных эффектов. Кроме того, из-под лицевой панели высвечиваются показания часов, номер входящего звонка, статус приема СМС и тому подобное. Удобно, не нужно открывать аппарат. LG KF350 оснащается 3-мегапиксельной камерой. Причем специально для блондинок кнопка ее запуска вынесена на цифровую панель. Это, кстати, неудобно. Кнопка камеры находится в аккуратно над клавишей «Отбой». И бывает так, что вместо того, чтобы сбросить вызов, промахиваешься и запускаешь камеру. В остальном претензий к блоку клавиш нет. Все четко, удобно и под рукой. Аппарат можно уверенно записать в категорию гламурафонов. Судите сами. Дисплей с диагональю 2,2 дюйма и разрешением 240 на 320, 262 тысячи цветов, мультимедиаплеер, FM-радио, Bluetooth 2.0 и USB 2.0, гнездо для карт памяти microSD. Плохо только то, что к USB телефон подключается только с помощью специального кабеля. Емкость аккумулятора 800 мА, что обеспечивает всего 2,5 часа разговоров. Так что хозяйке придется заряжать телефон через день. Несмотря на гламурность, цена вполне демократичная. Для гаджета в розовом это не очень типично. Производители часто думают, что блондинки не умеют считать деньги. Хм, наивные. Умеют, а иной раз и куда лучше, чем мы. Так что LG не стала жадничать и выставила ценник 7590 рублей. Кстати, кроме розовенького, выпускается еще и голубенький. Гаджет. Тебе понравилось? Не, ну да, нормальный такой девайс розовый. Бессмысленно розовый, я бы сказал. Погоди. А где подвох? Нет никакого подвоха. То есть ты просто так взял и рассказал нам про розовый телефон? Что случилось? Наверняка я что-то натворил. Рассказывай! Да ничего я не творил. Просто в такой праздничный день решил выразить свой, так сказать, респект. Праздничный день? Ну что, да, 25 ноября. Очень знаменательный праздничный день. По этому поводу еще один приятный подарок. Еще один приятный? Приятнее того, что был? Очень любопытный. MSI Wind. Один из лучших нетбуков. На первый взгляд в его конструкции нет каких-то революционных нововведений. Запечатанное в пластик устройство с массой чуть больше одного килограмма. Да и не нужно тут выпендриваться. Народу нужен надежный и функциональный нетбук. Wind оснащается 10-дюймовым экраном. Такой размер дисплея обеспечивает и удобный веб-серфинг, и работу с текстами или таблицами. Даже некоторые простые игрушки можно погонять не без удовольствия. Клавиатура у нетбука хоть и больше, чем у Asus 900, но приятная. С четким кликом, не слишком мягкая и не слишком жесткая. А вот маленькие и узкие кнопки мыши около тачпада слегка напрягают. С точки зрения технических характеристик, это очень продвинутая модель. В ней используется малогабаритный жесткий диск с емкостью 80 гигабайт, а не флеш-память. Это правильно, поскольку практика показала, что флеш-накопители не очень хорошо себя ведут, если используются как системные. Имеется три порта USB, картридер 4 в 1, VGA-выход, порт Ethernet и веб-камера на 1,3 мегапикселя. Кроме стандартного для нетбуков беспроводного адаптера Wi-Fi, есть Bluetooth-адаптер. Нетбук оборудован процессором Intel Atom N270 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Вполне стандартный для современных систем этого класса, непривередливый в отношении питания, не греющийся и при этом довольно шустрый. А 1 ГБ оперативной памяти более чем достаточно для работы с Windows XP. Время автономной работы в тесте Mobile Mark 2007 составило около двух с половиной часов. Не так много, как хотелось бы, придется поискать батарею с увеличенной емкостью. А, ну да, и он розовый. Вообще, выпускается несколько расцветок, но нежно-розовый смотрится, безусловно, гламурнее прочих. Итого, хорошая функциональность, добротная конструкция, неплохие характеристики, 630 баксов. Это, конечно, дороговато, но розовый требует жертв. Вау! Ничего себе ты в конце сказанул! Розовый требует жертв! Ты не болен с ничего, а? Тебя вообще самого-то не тошнит от того, про что ты рассказываешь? Ну, что не сделаешь для друга? Слушай, ну завязывай ты, я что, умираю что ли, а? Что там у нас дальше? Еще один девайс! Ну, пожалуйста. Дай-ка догадаюсь. Наверное, розовый! Нет, сейчас в черный. Pioneer PDP4270XD. Эта плазма справедливо пользуется репутацией сравнительно недорогой и качественной. 63 тысячи рублей за 42 дюйма – вполне приличная цена. Картинка очень неплохая. На широкоформатном экране с кинематографическими пропорциями изображение получается четкое, ясное, с естественными цветами и оттенками. Яркость экрана тоже неплоха – 1100 канделл на квадратный метр, контрастность 3000 к одному. Панель готова к работе с HD. В аппарате гибридный TV-тюнер, который обеспечивает прием как аналогового TV, так и работу с цифровыми передачами в стандарте DVB-T. Правда, в России таких пока нет. Есть еще одна полезная фишка – обширные возможности для подключения других устройств. Имеется два выхода HDMI, вход для подключения компьютера, гнезда RCA-AV и три штуки евроскартов. Ну и, конечно же, полагающиеся современной плазменной панели фишки. Режимы тонкой настройки параметров изображения, функция картинка в картинке, средства повышения качества при выводе динамичных сцен и так далее. Слушай, Голох, а вот этот девайс как попал в твой празднично-розовый выпуск? Гаджет, а ты почему скромный такой? Молчи, что день рождения у тебя. Для тебя же стараюсь. Слушай, а с чего ты взял, что у меня день рождения? Одноклассники. Ах, одноклассники. Ну да. И можно верить, очень надежный ресурс. Так вот, гаджет. Плазма не просто так выбивается из программы. Это моя личная. И я позволю тебе сделать с ней то, о чем ты так давно мечтал. Че, правда? Баллончиком? Круто! Голос, блин! Спасибо, я побежал! Я мечтал об этом всю жизнь. Всю свою маленькую жизнь. Техника безопасности. Я готов к гламуризации. Красивенько получилось. Голод. Мне бы не хотелось тебя расстраивать, но у меня сегодня нет дня рождения. Не понял. А одноклассники? Да, извини, я такой. Но за подарок все равно спасибо. Эй-эй-эй, подожди, стой, стой! Ты чего? Гаджет, ну! И помните, с вами был инспектор Гаджет. Я докопаюсь до правды. Чмоки! Всем пока! И, кстати, вам плазма не нужна? А что, нормально, тут всего лишь две полосочки всего, чуть-чуть закрашено. Посмотрите, ну вот нормально же, показывает, все прекрасно. Вот их отмыть просто можно каким-нибудь полиролем там или... Ацетоном.